Здравствуйте! Сейчас мы установим наш эмулятор дисковода в Yamaha PSR-550. Отсоединяем разъем блока питания. Переворачиваем инструмент и устанавливаем положение клавиатурой к себе. Если установлены батарейки, их нужно извлечь. Отвинчиваем саморезы. Добраться тут до дисковода довольно сложно для неподготовленного пользователя. Поэтому мы решили сделать это видео и показать весь процесс установки. Перед началом установки присланный нам инструмент естественно был проверен. То есть были проверены базовые операции работы с дискеткой. Мы дискету форматировали, копировали, воспроизводили с нее миди файлы. Вы естественно свой инструмент знаете и эту проверку можете не делать. Были случаи, когда у нас покупали прибор на синтезатор, который в свою очередь был куплен уже с нерабочим дисководом или даже вообще без дисковода. Устанавливают наш прибор, а он не работает. Проблема бывает в самом синтезаторе. Часто выходит со строя микросхема контроллера дисковода. И проверить этот момент при покупке в данном случае нельзя. Потому как для этого нужен рабочий дисковод, да еще и определенные модели. И найти такой дисковод бывает довольно трудно. Присланный нам инструмент в рабочем состоянии. И мы приступили к установке. Аккуратно приподнимаем нижнюю крышку. Можно сделать упор для нее, чтобы открылась она не более чем под прямым углом. Отсоединяем два разъема. Разъем питания от батарей и разъем от громкоговорителей. Теперь крышку можно отложить в сторону. Отсоединяем шлейфы на системном блоке, которые находятся слева от нас. Для этого поддеваем фиксирующие планки на разъемах и извлекаем из них контакты этих шлейфов. Делать это надо аккуратно и не спеша, прикладывая минимум усилий. Фиксирующие планки могут треснуть и поломаться. Также постарайтесь не погнуть контакты. После этого отсоединяем шлейф дисковода. Для данного нашего прибора он оказался малой длины, поэтому использовать будем шлейф из комплекта поставки. Отвинчиваем саморезы на системном блоке и ложим их отдельно от саморезов крышки, чтобы потом не перепутать. Все они разной длины. Приподнимаем системный блок со стойк, на которых он был закреплен. Отсоединяем шлейф от самого дисковода. Отсоединяем разъем питания от дисковода. Аккуратно переворачиваем системный блок и плавно ложим его, как показано на видео. Теперь мы можем снять сам дисковод и на его место установить наш эмулятор. Откручиваем саморезы крепежных скоб, на которых закреплен дисковод. Вынимаем наш дисковод скрепежом. И ложим его на стол. Снимаем с него крепежные скобы. При этом запоминаем положение, в котором они были прикручены. При сборке это пригодится. В следующей части мы покажем процесс сборки инструмента. Всего хорошего! Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...